Дорогие друзья, сегодня действительно для нас знаменательный день. Мы отмечаем, пусть и небольшой, но совсем маленький, вернее даже выразится, если прямо, это пятилетний юбилей, годовщину создания Совета по развитию калменского языка при главе республики. Надо сказать, что, безусловно, на протяжении вот уже многих десятилетий развитие родного языка в республике являлось приоритетной темой для государственной власти. Государственная поддержка осуществлялась как на федеральном уровне, так и на уровне республики. Но что отличает последние пять лет, это то, что мы все-таки начали работу в этом направлении более плавно. Мы, во-первых, конечно же, создали Совет. Это был отклик власти на требования времени. Об этом много говорилось, об этом шли дискуссии на различного рода площадках среди нашей творческой интеллигенции, среди педагогического сообщества республики. И, безусловно, мы понимали, что необходимо приступить к более детальному, планомерному развитию калмыцкого языка. Вот тогда, собственно, эта инициатива была поддержана, и она воплотилась в существующую линию Совета. Сегодня мы подводим итоги пятилетнего периода. Конечно же, основным и главным это то, что мы заложили законодательную инициативу, законодательную базу, нормативно-правовую базу под программу развития государственной поддержки языка в Республике Калмыкия. Как известно, разработаны и переданы на рассмотрение в Народных Урал правительство Республики «Проект закона о государственных языках Республики Калмыкии и иных языках Республики». Он принят в первом чтении проект госпрограммы о государственных языках Республики. Проект закона о калмыцком языке как исчезающем, это немаловажная деталь. Проект положения комиссии по терминологии и топонимике при правительстве языка. То есть нормативно-правовая база, она, конечно же, в первоначальном виде уже создана под программу развития калмыцкого языка, родного языка в нашей Республике. В информационной сфере мы неоднократно говорили и говорим о том, что необходимо вывести язык из сферы научной, учебной, в сферу бытовую. На эту тему мы проводили круглые столы, общественные слушания. Наше калмыцкое телевидение «Хамдан», «ВГТРК» в части, касающейся освещения калмыцкого языка как родного языка, непосредственно принимали участие в работе. Это и различного рода конкурсы творческих коллективов, различного рода политические состязания и прочее, прочее, прочее. Сегодня можно с уверенностью говорить, что инициатива, которая была предложена Советом, то есть создателя государственного органа, а в данном ситуации это Центр по развитию калмыцкого языка при Министерстве образования, который начал свою работу в начале текущего 2018 года, оправдал наши ожидания. И мы ждем, конечно же, более активной работы, ждем уже конкретных материалов и результатов по работе Центра. Ну и, безусловно, нельзя не вспомнить ту огромную работу, грандиозную, я считаю, работу, которая была проведена научным педагогическим сообществом Республики. Это создание методических учебных пособий для обучения калмыцкому языку. Практически полностью завершена работа по созданию учебника для изучения калмыцкого языка начальной школы. И, конечно же, не могу здесь не отметить ту работу, которая была проведена и сделана в Министерстве образования, в Республиканском информационном агентстве, педагогами, авторскому коллективу. Не могу не отметить лично Карнусову Босеву Редженовну, которая уделила огромное внимание вышеуказанному процессу. Дорогие друзья, можно много говорить о том, что произошло за пять лет, но самое главное сегодня видно. И это очевидный факт. Калмыцкий язык становится, пока еще, конечно же, не стал, но становится одной из важных составляющих нашей общественной жизни. Из языка как такового, но практически стоящего под угрозой выбирания, нашими общими усилиями калмыцкий язык сегодня становится, не побоюсь этого слова, модным трендом среди нашей молодежи. Это тоже факт, который мы обязаны признать. И, безусловно, здесь огромная заслуга всего нашего населения, граждан Республики. Конечно, в этом же хотелось бы вспомнить и наши творческие коллективы, наши старшие поколения. Ваш опыт и пример заставляют молодежь тянуться за вами. Я убежден, что сегодня в рамках работы очередного заседания Совета по развитию калмыцкого языка мы более детально приступим к обсуждению и наметим очередные перспективы и планы на будущее. Спасибо. 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 Спасибо.